Не первый год бизнесмены борются о расширении локаций еды на колесах. Однако дело не идет из-за отсутствия должного права регулирования. Давайте узнаем, почему закусочные на колесах приравнивают к ларькам шаурмой и как заработать миллион на мороженом. В акционе предлагается побороться за три позиции. Право размещения мобильного объекта по реализации напитков, начальная цена 119 тысяч рублей, а также за два права размещения фуд-тракта по оказанию услуг общественного питания. Начальная цена 137 тысяч рублей. Напоминаем, что всего имеется 14 локаций. Почему в городе так мало мест для размещения фургонов? Что мешает предпринимателям? В настоящее время работа фуд-траков или автолавок, как их еще можно назвать, не урегулирована на уровне федерального законодательства, что тормозит соответствующую законодательную инициативу во всех регионах России. С уличной торговлей в России начали активно бороться в начале 2010 года. Все владельцы данного бизнеса были загнаны в рамки отведенных под стационарную торговлю мест. Вместо того, чтобы свободно перемещаться, предприниматели вынуждены арендовать постоянное место. Игнорируется возможность менять дизлокацию. В зрении закона фуд-трак можно классифицировать как нестационарный торговый объект. Данная терминология приравнивает автолавки к киоскам и ларькам, игнорируя абсолютную возможность легко менять точку своей дислокации. С правовой точки зрения фуд-трак приравнивается к киоскам и ларькам. В 2018 году был внесен законопроект, призванный легализовать мобильную торговлю. Однако его до сих пор не приняли. Взгляд причины это неготовность и нежелание менять что-либо в сфере торговли. В действительности фуд-траки не совсем свойственный России формат торговли. В некоторых местах удалось организовать размещение мобильной торговли, что мешает распространить этот опыт на другие локации. Из-за недостатка локаций фуд-траки идут на риск и начинают работу где угодно. Чаще всего единственное наказание – штраф в размере 2000 рублей. На данный момент фуд-траки подпадают под действие 381 федерального закона об основе государственного регулирования торговой деятельности в России. В соответствии с данным федеральным законом кассовый или товарный чек должны оформляться, выдаваться, выписываться, пробиваться. А по юридическому адресу организации у фуд-траков постоянной, повторюсь, точки дислокации просто-напросто нет. Отсутствие законодательной базы усложняет открытие бизнеса. Однако есть случаи, когда у предпринимателей получается открыть фуд-трак и не нарушить ни один закон. Вот только в 2022 году в конце в Москве принялись закон, по которому в течение 7 дней через госуслуги можно подать заявку на выбор локации, для того, чтобы можно было разместить фуд-трак. В других регионах пока что все это сложно. И не киоск за 200 тысяч рублей и миллион на мороженом в сезон. Сколько можно заработать? На сегодняшний день автолавка – это самый простой и выгодный способ выйти в общепит. Бизнес прибыльный, ввиду того, что у вас затраты, грубо говоря, минимальные. Стоимость прицепа от 500 до 1 миллиона 500. Грубо говоря, вы покупаете готовый ресторан на колесах, а теперь посчитайте вложение, если вы откроете ресторан с посадкой. Аренда, ремонт, персонал и все-все-все. То есть, грубо говоря, цифры простые. Бизнес считается очень перспективным. Рустам Миниханов уже поручил разработать программу для размещения площадок под фуд-траки. Лилиана Урманова, Карен Саяхова, Фарид Захитаглы. Универ Ньюс.